Мы продолжаем знакомить с вами в рамках нашей передачи подкастов, знакомить с вами с выдающимися людьми мусульманской уммы, с ведущими учеными, которые зарекомендовали себя в плане изучения ислама в Российской Федерации. И сегодня у нас в гостях Асиад Магомедовна Буттаева, доктор философских наук, профессор кафедры теологии и социально-гуманитарной дисциплины Дагестанского гуманитарного института. Ассаляму алейкум арталлахи ва баракяту, Асиад Магомедовна. Алейкум ассалям. Большое вам спасибо, что вы в своем очень сжатом графике нашли время посетить нас, ответить на наши вопросы. И мы хотели бы сегодня с вами поговорить об истории мусульманской уммы на территории современной России и о ее будущем, если позволите, если вообще возможно заглядывать в рамках нашей турбулентности, к сожалению, современной, очень сложного времени. И самый первый вопрос, который бы хотелось вам задать. Сегодня мусульманский мир в среднем составляет население, миллиард триста миллионов человек, по последним данным социологическим. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, будет ли эта цифра расти в будущем? И если да, то почему? Я бы, наверное, позволил добавить себе, если да, то в каком качестве? Да, и в моей докторской диссертации я обозначила цифру мусульманского населения планеты. Один миллиард триста миллионов человек. В России, ну, разные цифры даются, Путин дал цифру 20 миллионов человек, мусульман. По сути, мы, мусульманы, являемся младшими братьями православной религии, которая является первичной господствующей на территории России. От этого никуда не деться. И теперь цифра 20 миллионов, это было в 2011 году. С тех пор население России, мусульманское население России увеличилось. Одни говорят на 1,2%, другие вообще говорят на 5%, но факт, что оно увеличилось. Естественно, и в других мусульманских регионах России этот процесс идет. Хотим мы этого, не хотим мы этого. Мусульмане – люди, которые превозносят семейные ценности, превозносят отношения детей с родителями и родителей с детьми. Семья очень ценная для мусульманина территория. Естественно, процесс рождаемости тоже в этой семье не регламентирован никакими социальными строгостями. Это свободный процесс. Я думаю, вот с 2011 года и в мире тоже количество мусульман 1 миллиард 300 миллионов человек увеличилось. Увеличилось. И я думаю, динамика эта неплохая. Это хорошая динамика. Если серьезно вдумываться в систему ценностей мусульманина, в систему его ценностных ориентаций, как он себя ведет в обществе, как он себя контролирует в обществе, как он себя ведет в семье, то это очень соблазнительное для других вероисповеданий пространство. Поэтому прозелитизм, переход из одной веры в другой, в мусульманстве, в исламе, он идет и процветает. Вот я так думаю. По поводу увеличения, как вам кажется, увеличение будет больше количественным или же качественным? Вы знаете, после 85-го года ислам стал возрождаться на территории России и в ее мусульманских регионах. Возрождение ислама шло вначале количественное. Строились мечети, закрывались школы. Строились медресы, закрывались садики. Вы понимаете? В социальном плане человек и его социальные потребности ущемлялись. Территории для богослужения, вероисповедания увеличивались. И вот в один момент, например, пришло понимание, что количество не соответствует качеству. И тут бросились восстанавливать пропущенные моменты восстановления качественного содержания исламских богослужителей. Что для этого нужно? Знания. А какие знания? Знания, которые были нашими традиционными ценностями. Это история, это историческая память, это обращенность к прошлому. Ведь после 1917 года, особенно после 1924 года, качественная составляющая вот этого знания его подхода к исламу, она уже исчезла. Были расстреляны или высланы в цирку все знаменитые богослужители. Вот над этими вещами сегодня стоит очень серьезно подумать. Если мы хотим патриотизм и среди молодежи, если мы хотим, чтобы молодежь любила Родину и готова была отстоять ценности своей Родины, мы должны исходить из исторической памяти этого народа. Этих людей. А как же? Как же? Если ты не любишь тропинку к селу своему, если ты не любишь маленький чахлый родник своего села, если ты не представляешь свою гору, которая перед домом, что ты будешь любить? Вот это и есть историческая память. Она очень тесно связана с верой. Понимаете? Вот с той верой, которая у нас в душе. Если мы любим материальное, любим природу, любим окружающий материальный мир, разумом, то свое мировоззрение, свои мысли, свою историческую память мы любим сердцем. Здесь это все должно быть. Асята Мария Ведовна, коль уж скоро мы заговорили про историю ислама на территории Дагестана, Кавказа в целом, наверное, а если говорить больше, это территория Российской Федерации современной, я хотел бы задать вам вот какой вопрос, исторического плана. Этот год в России ознаменован тысячестолетием принятия ислама в Орске и Булгарии. Ровно тысяча сто лет назад наши предки татар приняли ислам на государственном уровне. И мы это все дело отмечаем, очень широко, масштабно, очень много было сделано в рамках этого года, очень много еще предстоит сделать. Но известно, что на территорию современной России, если говорить про территорию современной России, ислам пришел еще раньше. Это Дербент, это сахабы, подвижники пророка Мухаммада, алейки саляту вассалям. Но, к сожалению, широкого распространения ислам тогда не получил. Вот, скажите, расскажите, пожалуйста, про этот период. И особенно интересно, вот какой момент. Кавказцы и дагестанцы исторически исповедуют ислам шафиитского толка. То есть право мусульманское, фикх, юс-пруденция шафиитское. Но подвижники, которые приходили, пророк Мухаммада, алейки саляту вассалям, они не были шафиитами. Как получилось так, что, во-первых, почему ислам не распространился на территории Дербента, и когда второй приход ислама на Кавказ произошел? Вообще-то, всего через 10 лет после смерти пророка Мухаммада, саляту вассалям, ислам перешел границу России через Дербентский коридор. Впервые. Это 642 год. Так же? Да. Что было до этого на этих землях? Царгастризм. Иудаизм. Иудаизм. Хазарин. Христианство. Понимаете? Это была поликонфессиональная территория, на которой арабы захотели насадить. Моноконфессионализм. Естественно, первый приход, связанный с военачальником, полководцем Масламой, он не нес в себе исламского мировоззрения. В том плане, что, во-первых, они не знали, что за территория вот эта Кавказская Альбания. И там вопрос был немножко утилитарный, да? Захватит вот эти землетерритории, посмотреть, что там можно сделать. Просто обозначиться, да? Обозначиться. И это было связано, их провал с тем, что они не знали географию этой территории, насколько трудно продвигаться по бездорожным горам. Я думаю, вот этот элемент сыграл в проигрыше решающую роль. Но в Дербенте основы все-таки мусульманской религии были заложены в 732 году. Там построили эту джума-мечеть. Через сто лет, получается. Это уже, я думаю, связано со вторым походом. Вы знаете, даже твердой такой абсолютной истины построения этого джума-мечети пока в науке нет. Все относительно и многовариантное интерпретирование. И дальше, что весьма интересно, дальше и распространяется уже ислам. Ислам переходит через Дербент, не прямая дорога, как сейчас Дербент, Махачкала там и так далее. Через Дербент другая горная дорога есть, огибается она. Значит, идет Хагульский район, потом идет Кулинский район и село Хасрех. Из Хасреха дальше перемещается и в Казикумох. Казикумох на тот момент это был центр торговли. Место, где узловой момент, узловая ветка шелкового пути. Понимаете? И вот тут впервые, может быть, после Дербентского джума-мечети проходит 44 года и закладывается фундамент джума-мечети, второй джума-мечети. И сейчас эта джума-мечеть, вторая историческая мечеть, которая имеет такую долгую и продолжительную жизнь. Вот разница всего 40 лет, а есть ли общие, есть общие. Есть ли такие не общие, не характерные для джума-мечети? Есть. Вы понимаете? И вот эти моменты сегодня всплыли наверх. Оказывается, джума-мечеть Кумохи, которая была построена в большинстве, 80% по образу и подобию Дербентской мечети, имеет свои особенности. Какие? Под джума-мечетью Кумохи еще есть постройки. Постройки сделаны куполообразной формой, каменные постройки. Общий объем каждой постройки, там, той, которую нашли, где-то 5-6 квадратных метров. Но предназначение этого неизвестно. Ни одна мечеть на территории России не имеет вот такого аналога. Что это? Вот с чем связано это? Предположение сколько хочешь. Я думаю, вот особенность распространения в горных районах Дагестана ислама имели свои какие-то специфические такие черты. Понимаете? Когда, допустим, вместе с исламским вероучением людей собрали, объяснили, что за вероучение, там были богослови, известные, неизвестные люди, которые этим занимались, обращались к населению. У них было, помимо всего того, что они должны делать, обращение к одежде. Вы должны белые одевать. Кипина белая одежда должна быть у мусульманина. Это же неприемлемо для горных людей. Они работяги, они в поле работают, они с животными. И вот тогда выходит вперед один аксакал и говорит. Мы согласны со всем, что вы хотите нам сказать и что вы говорите. Но единственное, мы не можем белые одевать. Разрешите нам нести нашу веру, исламскую веру, в той одежде, к которой мы привыкли. Понимаете? И самое интересное, вот почему исламская традиция, она очень гибкая, она впитывает обычаи, обряды того народа, который этой верой пользуется. Они согласились с этим. Да, на самом деле это неудобно будет вам. Хорошо. Вот почему бы тогда не принять такую религию? Или же тот же самый податные моменты, когда налогами не облагались те мусульмане, которые приняли ислам. Те люди, которые приняли ислам. И тот я, который принял ислам, я не плачу никакой налог. Вы, которые не приняли ислам, остались своей религией, иудаизм, и христианами, вы платите большой налог. А разве это не привлекательно для вас? Зачем мне от детей кусок отрывать? Я приму эту религию, она неплохая. Это тоже гибкость распространения ислама среди вот таких людей. Люди тогда же были невежественные, в общем-то, неграмотные. Понимаете? Нужна была религия. Религия чистоты, религия образования, религия, которая учит традиции, которая учит обращаться друг с другом более терпимо, саборно, толерантно. Вот эта религия была ислам. Вы согласны со мной, Исмай? Безусловно, с каждым словом согласен. И огромное спасибо, Сиат Магомедовна, за то, что вы пролили свет. Для нас это стало, можно сказать, даже небольшим открытием, что ислам начал распространяться, вот вторая волна, это 732 год, как вы сказали, да? 732 год, это год строительства джума мечети в Дербенте, 777-8 год, это время строительства джума мечети Кумухи, Гази Кумухи. Вот и с тех пор ислам присутствует уже неотрывно? Конечно, конечно, неотрывно присутствует. Не было селений, где не были бы могальные мечети, да, которые каждый могал имел свою мечеть, свою мечеть. Два-три мечети в селениях были. А джума мечеть Кумуха, это вообще феноменальное явление, и сегодня оно является феноменальным явлением, красотой неописуемой, внутреннее убранство этого, внутреннее строение. Значит, чувство красоты у мусульман было тогда еще. Это тоже много, эстетичная форма преподнесения религии. Вот когда ты приходишь в мечеть, и ты видишь мощь и массив, где сидишь и молишься, вот тебя немножко начинает вот это отвлекать от уличных моментов, от обыденных моментов. Ты начинаешь в себя углубляться и чувствовать, что ты один на один со Всевышним. И тебе уже пора, как говорится, в душе своей покопаться, подумать, что я делаю хорошего, что я делаю плохого. Когда человек, человека его вера заставляет думать о том, что он делал, из них выбирать хорошее, отделять плохое, тогда начинается вот тот самый процесс просветительства. Понимаете? Человек просвещает его религия, его вера и его учителя, те самые шейхи, которые могут тебе объяснить любую непонятную вещь в твоей жизни, в жизни с другой, в жизни потусторонной или в этой жизни. Это много значит. Вы рассказали о проникновении и распространении ислама на землях лакцев. Да, это про лаки уже мы с вами говорили. Да, да, да. Но, как известно, на территории современного Дагестана проживает огромное количество различных национальностей. А дальнейшая его история была какова? Как познакомились с ислами, например, аварцы, даргинцы? А вы знаете, вот в литературе, исторической литературе, я читала, что первыми ислам приняли те районы, которые были ближе к Дербенту. Ну, это логично. Да, это Агульский район, это лакцы, которые приняли, это сами юждаговские, там, цахорцы и так далее. Они приняли высокогорные, аварские, даргинские районы, позже всех приняли ислам. Ничего в этом удивительного нет. Ислам, чтобы туда пробраться, должен был много трудностей преодолеть такого географического характера. И первые миссионеры, которые пришли распространять исламское вероучение, арабские миссионеры, ну, вот, например, Мухаммад Ямани из Йемена. Поэтому его Ямани, человек, который был во многих странах, пока дошел до Лаки, он же не пошел дальше к коварцам, не пошел дальше к даргинцам, он остался в Казикомухе, женился там на Лачке, имел детей, и не очень старый умер от чумы. В общем-то, его половина семьи погибла, и сейчас его могилой же я рад. Понимаете? Ну, а дальше процесс распространения ислама, это было делом времени. Ну, например, если вы возьмете, я возьму свое село, из трех мечетей моего села, Силовачи, ни одно не осталось. Я выросла в селении, где люди не знают, что такое мечеть. Я не знала, что такое мечеть. Вот в процесс возрождения ислама пошел, и мечеть построили в моем селе. Мечеть пустовал. Никто не ходил молиться. Не было там человека, который азам бы прокричал. А азам, к вашему сведению, Исмаил, азам – это лицо нашей религии. Он должен красиво звучать. Он должен быть идеально воспринимаемым людьми. Мы должны восхищаться этим, да? А у нас этого не было. Сейчас, слава богу, наш муфти Ахмад Хаджи Абдуллаев и этот вопрос решил. Он в наше лакское село послал аварцев. Имамами мечети. Отремонтировали после этих нескольких лет мечеть. Дали жизнь. Там азам очень красивый у нас. Вы понимаете? Это маленькая деталь. Можно мимо пройти и не заметить. Но лучше заметить. И везде так. Везде так. Расскажите, пожалуйста, Асият Магомедовна, про советский период. Что мы знаем из советского периода на территории Большого Союза, скажем так? В Москве работала соборная мечеть. У нас здесь, в Казани, работала первая соборная мечеть Марджани. А в Дагестане как дело обстояло с исламом в Советском Союзе? В Дагестане, к сожалению, при советской власти, я не могу похвастаться, что были такие моменты, когда люди могли свободно помолиться. Я сама не встречалась, но в обществе тогда, когда я еще была молодой, поговаривали, что какой-то член партии, который там руководящий должность занимал. Вот его осудили за то, что поймали, где он там за кулисами своего кабинета молился. Наказали, там что-то убрали с работы, исключили из партии. Такие моменты были, наверное. Были, наверное. Это был советский период. Но в высокогорных аварских районах, я вам подчеркиваю, аварцы, которые приняли после всех ислам. Они сохранили в высокогорных районах. Тлярытинские, Гумбетовские районы, Ботлевские районы. Они сохранили веру. Там были подполные коранические школы, где обучали чтению Корана. Наверное, потому что высоко в горах, наверное, труднодоступные районы. Да, 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 да. И там ни один, ни два. И даже там подпольные были. Да, даже там. И там ни один, ни два. И все знали, и никто не жаловался. И отправляли детей. Вот я хочу сказать, в советский период Ботлевский район примыкает к чеченским границам. И из Чечни, Чечня более светская была тогда, честно сказать, чем, допустим, вот это жители Ботлевского района. Из Чечни приходили, когда у них умирал кто-то там, в Ботлевский район за человеком, который бы обряд совершил за покойником. Вы понимаете? Даже будучи светской, эти ритуальные практики, они существовали здесь у людей. И их надо было совершить как надо. Вот это, это явилось толчком к возрождению ислама, когда нам дали свободу, совесть и вероисповедание, возможность после перестройки, да, период перестройки. Вот это явилось тем толчком, который способствовал быстрому возрождению ислама вот в Дагестане. Я так думаю. Конечно, мы потеряли очень много богословов. Там 90-е годы, это переломные годы нашей жизни в Дагестане. Очень много порядочнейших патриотов богословов мы потеряли. Очень много взрывов, очень много терактов. Мы через это прошли. И слава Богу, слава Богу, сегодня у нас все спокойно, все нормально, и мы щукру делаем. Осет Магомедовна, конец 19-го, начало 20-го века ознаменовано очень плотным научным сотрудничеством между алимами современного Татарстана и алимами современного Дагестана. Например... 21-й. Я упомяну, начиная с 19-го века, неотрывно, скажем так, ну вот, исключая этот период советского времени. Конкретно можно привести пример. Занилай Ишан Расулев. Он был духовным учителем... Гавдурахман Расулев, ваш. Да, это его сын. Он был духовным учителем Сайфуллахади Башларова. 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 Затем Махмуд Афанди Аль-Мали, дагестанский шейх, был духовным наставником Закиры Ишана Чистави. Чистави были. В наше время Камиль Хазрат Самигулин был инициатором перевода на русский язык книги Зеодина Дахистани, Зудат Аль-Бухари. Это сборник, сокращенный сборник хадисов имама Аль-Бухари. И презентация была в Дагестане, в Махачкале. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот подобного рода взаимодействия на духовном поприще между представителями нашего народа и представителями вашего народа, насколько это полезно? Есть ли у такого рода взаимодействия и сотрудничества, скажем так, сейчас целевая аудитория? Вы знаете, ваш Мафти Камиль Хазрат Самигулин человек молодой, амбициозный. Ему не чужды современные модернистские взгляды этого мира. и он прав. Понимаете? И он прав. Как это так? Ты не можешь с архаичным мировоззрением в современном мире жить. Твоя вера, твои вероубеждения, они основаны на Коране и Сунне. Коран и Сунне это абсолютная истина. Но ты живешь в материальном мире этого современного мира. И ты придерживаясь, вот допустим, толерантных отношений современного мира, ты схож, похож в отношениях веры, вероучения с теми людьми, которые живут в другой республике. Как может быть это плохо быть? Вот такое сотрудничество, вот такое взаимопонимание и поддержка друг друга в вопросах не только веры, в вопросах социального быта, в вопросах, допустим, молодежной политики они должны быть. Осетна Магомедовна, вы одним вопросом ранее затронули очень печальную, к сожалению, тему, которая имела место быть, к сожалению, это разгул бандитизма. Не религиозного ни в коем случае, сопротивления или еще что-то, разгул натурального бандитизма, это 90-е годы, Кавказ, Дагестан, в частности, краем был задет, к сожалению, и потом убийство алимов, муфтиев, ректоров Мадресе, можно сказать, представители цвета мусульманской, Максутов, Максутов, Мухаммад Вакиль, Султан Магомедов, и многие-многие другие мы сейчас всех не упомянем. Скажите, пожалуйста, вот эти печальные события, они как-то повлияли на то, как сейчас, особенно, нашей стране относится к исламу за рубежом? много хороших, хорошего мы сегодня получили и от этих зарубежных наших, значит, мусульман. Но много чего, то, что не может у нас на нашей земле расти, тоже получили. Ну, как бывает, вот летом хочешь прохладу, откроешь окно, вместе с прохладой и комары, и мухи, и все залетает. Вот так и случилось у нас, как только мы стали открывать свои границы для зарубежной жизни, к нам стали залетать всякие мишура, которые у нас здесь стали приобретать другие угрожающие формы жизни. Вот, вот что произошло в принципе тогда. Не дай Бог, я думаю, не дай Бог, религиозную власть в руки не вешат. Понимаете? Вот вы говорите, что, если помните, Маркс, у Маркса есть фраза «Религия – это опиум народа». Это подтекст, вытащенный из фраз. Маркс не так сказал. Маркс сказал «В невежественном обществе религии есть опиум народа». А слава, вырубить контекст, наверное. В невежественном обществе. Поэтому сегодня я говорю, я учу своих алимов, я говорю, вы должны иметь настолько высокую образованность, чтобы со мной вместе со светским человеком атеистом или с человеком другое вероисповедание сесть, спокойно вести богословский спор, диалог конструктивно. Для этого вам нужно знать не только свое вероучение, но и иудаисты, и богословия, и православное богословие. Вы должны разбираться. У нас, у меня, например, есть православный друг Матрусов говорил, Григорий Матрусов. Вы знаете, как он разбирается в исламском вероисповедении? Мы с ним знакомы, фантастика просто. Знает арабский язык, знает Коран, знает Сон, он может спорить, и сам какой обаятельный. У него речь, как будто мед льется, и он не настроен категорично разговаривать. Вот так надо учиться, общаться. Современному богослову в этом мире требования очень высокие насчет образования, насчет знания, насчет жизни его бытования. Это наша задача их такими делать. Ну, и на этой жизнеутверждающей ноте я позволю себе к сожалению, большому сожалению, закончить нашу передачу, у нас время вышло. Я надеюсь, что мы с вами еще раз встретимся, и, можно говорим, иншала более обстоятельно. Большое спасибо, Асият Магомедовна, за то, что нашли время, пришли ответили на наши вопросы. У нас в гостях была Бутаева Асият Магомедовна, доктор философских наук, профессор кафедры теологии, социальной гуманитарной дисциплины Дагестанского гуманитарного института. Большое вам спасибо, уважаемые телезрители, и до новых встреч. Ассаляму алейкум, барахматуллахи, 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 и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok